Итак, всем привет, с вами Тубга, продолжаем мы боли и страдания за США Японцы взяли у нас остров, надеюсь здесь всего 2 дивизии, иначе будет очень больно У нас, кстати говоря, флот здесь не находится, он вот здесь вот Можно в теории попробовать флотом немножко поиграть, так сказать У нас на самом деле, ну все еще боевое, несмотря на бафы японцев, несмотря на наши дебафы У нас здесь огромное количество линкоров, ну и мы реально можем посражаться Надо только отсюда будет немножко убрать лишних кораблей, потому что у нас 92 Я бы сказал 80 где-то, лимит реальный И перки повзять вот сюда То есть, значит перки надо взять вот сюда И я, честно говоря, склоняюсь к тому, чтобы пойти в левую ветку Потому что у нас, во-первых, линкоров побольше, а во-вторых, здесь есть размещение дополнительное А здесь размещения такого нету Размещение в этой игре, в этом моде особенно, очень важное Так что там, пойдем сюда, я думаю В принципе, можно что-то закинуть, значит еще будет 5 дополнительных доктрин выдано Так что можно рассчитать так, чтобы у нас, в принципе, все окей сохранилось Типа раз, два, три Ну да, все тут, в принципе, все легко и хватит А вот на вот это нам все-таки, наверное, не хватит, к сожалению Но, но Нам самое главное здесь вот взять себе размещение Господи, как те Вот оно, 15 И сейчас немножко преобразовать этот лот и пойти с Японией сражаться Ну и что-то такое у нас получилось Сейчас еще нам сюда эсминцы едут Но в теории этот лот уже можно перемещать куда-нибудь вот сюда, я думаю Эсминцы к нему доедут А вот и смотрите-ка, ивент, точнее решение На алюминий В Южных Квебек Это Канада или нам? Ну-ка, давайте проверим просто вот так вот 763 Я подозреваю, все-таки в Канаду мы инвестируем А, там еще надо месяц подождать, окей Тогда мы подождем без проблем Давайте-ка дальше здесь пройдем Синтетика Давайте персидский коридор Хотя, наверное, мало что сделает Объясненно говоря, давайте им он Сначала стали и алюминий Этот пока что нет Здесь, видите, у нас по 10 военно-заводов появляется Здесь у нас ребята объединились Терри-докверт-аутпут Плюс 30 дали Господи, как мы кайфуем с этим всем И некоторые у нас минусы все еще остаются Но мы их потихоньку закрываем Я вижу Хотя можно еще чуть-чуть где-то что-то накинуть Я еще, видите, делаю механ для вторжений Именно им, я думаю, будем делать выставку в Нормандии И потихоньку тоже танк в армии доделываем Но, объективно говоря, мы сейчас, смотрите, куда пойдем Вот сюда мы выйдем На доктрины Нам нужны воздушные доктрины Чтобы лучше чуть-чуть в воздухе контестить Затем пойдем вот сюда, потому что нам нужны танковые дивизии И, ну, мне не хочется тратить кучу опыта на то, чтобы их сделать с нуля Потом посмотрим Потом посмотрим Здесь, в принципе, тоже все доктрины Здесь вот тоже доктрины Нам, в теории, все это нужно Нам очень нужны артиллерийские скидки Потому что у нас надо вот до сюда дойти То есть три как раз-таки нам нужны доктрины, чтобы дойти вот до сюда Ну и там под скидками все подкачаем Нам опять-таки нужно Но сначала авиацию, чтобы лучше Филипина держать Потом сюда, потом посмотрим, подумаем Опять через невероятное усилие мы смогли отбиться Даже не знаю Нам нужно иметь еще две дивизии здесь, по ощущениям Еще две здесь У нас вот сюда они идут, вот эти дивизии Просто в ноль стерты Им, пожалуй, тоже вот сюда надо все-таки уйти Давайте только вот так И еще, знаете, что нам нужно? Нам обязательно, я думаю, нужно Вот, ну, я уже заранее это все заказал И некоторые вещи, так сказать, за экраном делаю Вот эти Кучу морских баз, кучу ЖД Чтобы у нас здесь было снабжение Потому что самая большая проблема — это снабжение здесь Вот, как вы видите, мы очень контролируем Именно так вот мы смогли как-то отбиться Но вообще очень тяжко И, наконец-таки, мы можем сделать Вроде как, наконец-таки вот так Мы что-то здесь, я так понимаю Да, достроили уже хотя бы какие-то уровни Снабжение здесь пускает теперь вот отсюда На самом деле, видимо, это надо сделать до войны Еще Я немножко думал, что, ну, ЖД там все-таки будет какое-то Что нам не обязательно вот сюда Господи, вот все вот это вот снабжать через вот эти порты Оказывается, да, оказывается Не предусмотрено, до этого было Ну, теперь хотя бы так Сейчас еще здесь все, видите, достроим, доулучшаем Ну и заживем Еще здесь у нас резервы уже едут на юг Укрепить еще больше Филиппины Трава пока у нас просто укреплены как можно Я уже опять слышу звуки высадки, надеюсь Японцы! Ну, тут уже, да, все приятнее Еще, видите, присутствие в воздухе работает Вот, вот это, вот это и наша есть победа Вот это присутствие в воздухе и поддержка с воздуха Если бы этого не было, Филиппинам можно было бы сказать уже пока давно Ну и вот Так теперь выглядят высадки Если говоря, да Здесь вот я понял, куда они высаживаются, но поздновато Надо будет укрепить еще здесь Ну вот эти сейчас дивизии как-то едут Благо они уже на полпути Вот они и будут укреплять все такие прибрежные провинции О, смотрите, я могу сделать еще ниже статус Филиппин В один момент мы сейчас можем Я думаю, их аннексировать И это было бы идеально Потому что тогда я смогу там строить Нормальные техи Просто сейчас у нас ни ПВО там не построить Ни радары больших техов Ничего, хотя радары, кстати говоря, мы потихоньку строим И скоро будет еще один Скоро будет еще приятней Выбить эти две дивизии будет у нас просто, ну Невероятно сложно теперь А вот и стадия Б подъехала Как я и говорил, алюминия в Канаде будет у нас дофига Ох, как приятно Да, мы все еще там что-то достраиваем Но в целом, да, с алюминием у нас плюс-минус проблемы На ближайшие несколько месяцев, по крайней мере, решены Еще страшнее стало Прям, прям реально страшно стало Но, но все окей, видите Двадцатки наши очень, прям очень решают Просто в воздухе, кстати говоря, видите Иногда работает, иногда нет Ну Тоте говоря, у нас уже снабжение плюс-минус везде хватает Так что можно заполнять прямо истребителями до полного Ну, кстати говоря, помните вот этот механ? Он практически доехал вот до сюда Этот механ здесь на позициях Отмехал здесь на позициях Но им надо тренироваться, потому что Вот почему Видите, 75 тысяч потери от Германии Это где? Это, блядь, вот здесь Они поплыли в Индию вот через вот эти территории Вместо того, чтобы плыть вот так Да, да Ну и в Британии тоже что-то подкосилось Но теперь хотя бы у нас, видите Куча здесь эсминцев Просто охраняют весь этот путь снабжения Но здесь, я думаю Как бы немцы не осмелятся прямо в берегов Надеюсь, там авиация британская должна работать Ну и их эсминцы, надеюсь, тоже Сейчас еще посмотрим, что они по флоту делают Ну, примерно как мы и Тоже через север вот так вот пускают То есть вот так вот у нас будет снабжаться все сюда Это у нас дивизия на будущее Это у нас для, так сказать, помощи в вторжении Вторжигаться мы будем не этими дивизиями Но пробиваться именно ими Слушайте, японцы здесь вот высадились Очень неприятно для нас, но Блядь, или похуй Ладно, им похуй Ох, надо что-то сделать здесь срочно Нас как будто трахают даже тут Ладно, они успеют зайти обратно Нормально, мы сейчас не дадим им ничего сделать И все дошло до того, что я нажимаю вот здесь вот атаку А здесь вот защиту Чтобы выбить этих, блядь, японцев Потому что, ну, это ненормальные бафы А почему, почему вы Минус 100 потерь организации Почему вы теряете организацию Алло, проснитесь Так, ну, эти дивизии закончились Здесь дивизии еще есть И японцы кончаются Они кончаются Ура Бля, какой же Вот так вот примерно Происходит битва в Филиппинах Как бы каждый раз И если бы еще не было авиации Хотя, блин Честно говоря, авиация то работает, то не работает Мне очень интересно, откуда у них здесь столько самолетов Вот отсюда, неужели они достают? У них эффективности вообще нету Но при этом у них все еще есть Либо они сюда подводят просто миллион кораблей И с них пытаются что-то сделать Но как бы, как будто нет Здесь нету столько Очень странно Ну, вот так вот сейчас у нас выглядит Оборона Филиппин Сюда сейчас у нас еще дивизии Как можете видеть Подъезжают Будем еще пытаться здесь пробивать А у нас отследовались Шерманы Это, кстати говоря, такой Солидный, я бы сказал, баф Очень солид Особенно по прорыву Наших танков Так что мы сейчас будем развивать их Давайте сразу ПТО Тоже, потому что мы пытались устроим В хороших количествах М3Ли Устаревает Шерманы приходят ему на замену И очень скоро мы уже начнем Эти средние танки производить О, а эти, ребят, смотрите Сами перешли в атаку То, что нам и нужно было Они сейчас просто сгорят Нам нужно их добивать Сейчас или никогда Они в атаку перешли Я сказал, сейчас Либо сейчас Давайте Одна там сразу и вторая Давайте, лопнет Ух, ну и ад В этих джунглях сражаться И первая дивизия готова Давайте, давайте Не-не-не, японцев надо там додавить Иначе они там будут До своей пенсии сражаться Реально исторические случаи, так сказать Так Одну жижнющуюся ракетку Хотя Блин, в целом вообще Две Две двадцатки На самом деле выгодят Так что нет, наверное, все-таки Две двадцатки Закинем Другой вопрос Где взять две двадцатки Вопрос есть? Ответов нету Но, по крайней мере, мы Теперь себя чувствуем Более-менее безопасно Я параллельно тут еще С авиацией востражаю С японскими И, ну, видите Их просто Очень много Мы размениваемся Просто шикарно У нас эффективность Намного лучше У нас обнаружение Намного лучше Размениваемся шикарно Все равно тяжело Вот, как говорится Так Ну, вот это мы Сможем без проблем Задефать Я уже вижу по статам Что у нас все окей А вот здесь, блядь У нас Вот этот чел Здесь остался И Не дай бог Он там проиграет Но нет Он не проиграл Типи Сядь сюда Пожалуйста Подобру Поздорову Бонус катанного реактора Кстати говоря Ух, слава богу Потому что, да Две засадки Все-таки повыгоднее Сейчас будем Что-нибудь Получше здесь делать Типа Вот так вот, наверное И Вот так вот, наверное Замечу, что У меня в этих ПТО есть А на самом деле В них оно не нужно Вот здесь вот По крайней мере Против японцев Так что будем Это исправлять Но Исправлять им это будем Вот С этими Исследованиями Нам потому что Нужно еще Минус один Ширина фронта И где-то здесь Еще, я помню Тоже есть Минус ширина фронта Для Как раз таки ПВО А, ПВО фигня Нам не нужно Окей Тогда Делаем новые Ракетки Еще и новые Двадцатки Наверное Ну, ничего сложного Просто добавляем сюда Пехоту Честно говоря Еще одну Окей И вот это мы Не меняем В принципе Только здесь Мы убираем Наверное ПТО ПТО Добавляем сюда Тяжелую пехоту Называем это Японской пехотой Здесь наверное Убираем вообще ПТО К чертам собачьего Но здесь не нужно Только аргу Забирает Ну и Двизия стала Чуть-чуть повеселее Еще Да Можно вообще Терри делать Вот так Даже Я думаю Это неплохая идея Может быть Да Насколько это плохая Я думаю хорошая Давайте так сделаем Ну что ж Наша здесь защита Почти готова Давайте только здесь Еще сменим Вот этих ребят Только их у нас Ракетки тоже А точные Тридцатки Вот эти вот Так Ну и все Здесь у нас Только Это еще остались Где Давайте Всех доменяем Обязательно На Японскую пехоту Эти ребята Пускай Тефают Плевать Они потом Отсюда уедут Возможно Хотя Возможно И не плевать Нет Пока плевать Наверное Здесь мы готовы Для защиты Наверное Вот так вот Должна была выглядеть Наша защита На начало Японской атаки Но Мы немножко Опаздываем Как и положено Американцам Во второй мировой А еще я начал Уже строить Синтетику Вот она Потихоньку Добавляем Побольше Резины На рынок Добавляем Все еще Побольше Алюминия На рынок Потому что Нужно Вот там Финляндия Замерилась Советами А Видимо Потому что За это Все хорошо А Финляндия Ну ничего Не захватила Достаточно Быстрое Развитие События Я бы сказал Там Ну Я не против А мы там Можем еще Побольше Загустить Советский Союз Давайте ему Инфраструктуру Построим Чтобы он Быстрее Заводы Строил Потом Нефсеперерабатывающий Потом уже Советский Точнее Персидский Коридор Ну да Думаю С этим Все окей У нас Появились Танковые Дивизии Шаплон По крайней мере Давайте Придумаем Что с этим Сделать И здесь Куча Средних Танков Надо поставить Вместо Лехи Блин Все таки Я потрачу На это Немало Опыта Ну и Выставим Иконку Нашим Танков Конечно Шарманов Потому что Почему бы Нет Здесь у нас Материозованная Разведка Окей В целом Дивизия Уже Выглядит Окей Но я бы Добавил В нее Еще Немножко ПТО Обязательно На будущее И Возможно Блин Кто-то Вот поменял Б на САУ Вот эти Вот Да Дивизия Выглядит Намного Приятнее С такими САУ Вместо Артиллерии Обычной Так что Тут еще Немножко Преобразим Но нам На все Это Опыт А вот САДИАЦ Подъехала А параллельно Я тут Видите На Британии Нахожусь Объясняю Зачем Я подумал Мы же там Стратегические Бомбардировщики Строим Да Но пока Что мы Не бомбим Никого А можем Давайте Наши Бомбардировщики Начнут Как минимум Уже Накачивать Опыт В Британии А единственное Что мне не нравится А где Авиабаза Британия Ладно Добрые Американцы Помогут Британцам Построить Авиабазы Что бы они Без нас делали И уже Через месяц Буквально Японцы Забудут Что такое Тора 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 И Ну конечно До нашего Вот этого Прекрасного Дебафа Спадения Еще Долго Но Мы уже Сможем Начать В принципе Я думаю Битвы Морские Проводить Перед этим Мы конечно же Сделаем Во-первых Воровую Бомбардировку Чтобы себе Доктрины Авиационные Докачать И Потом Мы возьмем себе Воздействие флота Чтобы Ну Были у нас Бафы По морю Возможно Еще здесь Что-то Дозаберем Посмотрим Потому что Ну очевидно Нам Не только Тату ветку Надо прокачать Левую Нам еще Вот здесь Вот было бы Приятно прокачать Здесь тоже Там Организация Есть Всякие Хранения Обнаружение Подлодок Это все Нам нужно Но Тут тоже Опять-таки Организация Хотя Вот здесь Полезные Всякие Бафы Короче Много Еще нам Надо Хотя в основном Конечно Только левая Ветка Плюс-минус Надо качать Наш механ Кстати говоря Укрепился Вот здесь Вот Вопрос Что Вот здесь По снабжению Давайте Посмотрим Давайте Подведем Сюда Морскую Базу Будет Это Какое-то Время Занимать Мне В принципе Плевать Мы тут Можем Очень Долго Сидеть У нас Вульверины Исследовались Супер Вот Исследуем М12 И давайте Вуверина М9 Теперь М10 Скоро Наши Танководители Будут Изменяться И Уже Формироваться Так Как они Должны Выглядеть Под конец И Ими Мы уже Будем Планировать Нашу Выстку В Францию Смотрите Японцы Проснулись Ребята Уже Поздно Уже Поздно Я уже Нормальные Гарнизоны Сделал Теперь Вы меня Не пробьете Кстати говоря Германия Судя по всему Начинает Новую Стадию Наступления Но я не думаю Что сильно удачно Будет Кстати говоря Мы все Поставляем Поставляем С Советом Какое-то Снаряжение И Нормально Я думаю Оно Кое-как Влияет Бомбардировки Есть Давайте С одной стороны Блинкора С другой А ядерки То хочется Эх Я думаю Что мы Одну ячейку На ядерку Выделим Да Типа Вот это Подоследуем Потом Возьмем Бонус Вот это Подоследуем И потом У нас там Будет Минус 5 лет Опережения Вот за эту штуку И мы Последнюю штуку Дооследуем Вопрос Хотим ли мы Что-то сделать До этого Да Да Я думаю Мы все-таки Хотим Флот Докачать Еще я заметил Что у меня Вот здесь Нету Сопротивления Никакого Поэтому мы Попробуем С юга Атаковать Здесь японцев Нету Здесь только Как раз-таки Вот это Таиландцы Получается Да И Я знаете Что думаю Мы Отправим Вот эти подлодочки Уже в бой Давайте вот сюда Они будут блокировать Сиамский залив Вообще все вы Сюда И Вот эти вот Подлодочки Которые еле живые Но все еще живые Давайте вы поедете Вот сюда 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 вы выходите Надо блокировать Эту Троговлю Добивать Я думаю Здесь территории Плюс-минус Китай кстати говоря Уже абсолютно нормально Держится Хотя Конечно Ну Япония Очень далеко Продвинулась И я бы сказал Ситуация немножко Стребная даже Ну что ж Давайте попробуем Бомбим мы Очевидно Именно заводы Насколько Германия Будет от этого Неприятно Скоро узнаем Наверное Сейчас потихоньку Будет набираться Быстрый Вилет Написано Кстати говоря Надеюсь Что Вилет Это именно Так называется Маневр А не просто Это Опечатка Классическая И вот так вот Я думаю Еще надо тоже Сделать Чтобы нас не бомбили Мы построили Вайбазу Британцы взяли И заняли Ужас Хотя бы хоть Припасов Надеюсь Хватает Аябаза Блядь Вы шутите Британцы Троллят Видимо Мои самолеты Ну да 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 Ну пиздец Вот построил Аябазы Не дают Ничего делать Ладно Нормальном случае Бомбим Потихоньку Разведка У нас Улищется 5-9 Процентов Запоминаем Эти числа Посмотрим Сколько будет Через какое-то Время Так Мы начинаем Создавать Из наших Танков Что-то Просто Нереальное Сюда Закидываем ПТ Ради Дополнительной Бронебойности Сюда Еще Ради Дополнительной Хард Атаки САУ Закидываем Еще Сюда Да Плюс Атаку Добавят Там Реки Препы Ну и Самое Главное Здесь Он 50 защиты 50 прорыва Дает И кучу Противопихот Атаки В общем Это Круто И Здесь Мы потихоньку Меняем Вот это Все На Бронетранспорт И САУ Опять Таки Даст Кучу Статов Нам И ПВО Блин Тяжелое ПВО В теории Да и хватает Наверное Т-дивизия Конечно У нас Пока Еще Не на Все Опыта Хватило Но Мы Работаем Над Этим И Я Еще Параллельно Начал Производить Эти машинки Для Новой Нашей Разведки Думаю Нормально Будет Надо Только Вот Здесь Повысить Производство Пожалуй Ну И Возможно Вот Здесь Тоже Потихоньку Начинаем Взламывать Теперь Германию Наш Агентство Начинает Работать Занемет Некоторое Время А Я Думаю Если Мы Сделаем Вот Так Вещи Ускорятся Хоть И станут Чуть Поопасней Так Разбит Руком Теперь Будем Мы Британия Отдавай Нам Шпионов Так Там Можно Опять Совку Помочь Но Я Думаю Что Это Уже Нам Не Сильно Нужно Типа Это Уже Не Стоит Это Напряжение Нашей Экономики Да Мне Все Перерабатывающие Заводы Я Подозреваю Что Там Хватает Резин А Если Не Хватает То Они Покупают Типа Да И Не Проблема Все Таки Здесь Мы Уже Поэкономим А Вот Это Им Даже Не Знаю У них Есть Здесь Морская База И Так А Не То Не Ну Слушайте Клепальщица Роза Это Роза Это Покруче Блин Речен В армии Будет Я Вам Скажу Ну Да Да Два Строительства Десять Этого Не Мэн Пауэра Нас Еще Хватает Нас Если Что Десегрегацию Сделаем Так Что Мы Пойдем Вот Сюда Я Думаю Доктрины Там Будут Это Мы Остановимся Кстати Говоря И Вот А Нет Давайте Сюда Сначала Здесь Опыт Армии Нам Очень Не Хватает Опыта Армии Потом Наверное Вот Сюда М18 Хилкат У нас Как Там Где Он У нас Будет Вот Здесь Вот Потом Еще Джексон Да Вот Это Все Нам Нужно Будет Так Что Пойдем Сюда Потом Сюда Тяжелые Танки Наверное Не Сильно Будем Интересоваться И Потом Дойдем До Сюда Нормально Ребята Слушайте Оно Пофиксилось Раньше Чем Я думал Чем Здесь Написано Любопытно Пофиксилось Нет Стало Полегче Я понял Окей Наш Вот Едет Ремонтироваться Потому Что Мы Включали Доктрит На ХП Вот Это Вот Да И Это ХП У нас Надо Еще Довосстановить Так Это Работает Так Что Мы Пока Домой Слетаем Потом Начнем Уже Сражаться С Японией Полноценно На море Еще Кое-что Интересное Помните Здесь Вот Есть Апгрейд Аверштурмовой Атаки Я говорил Что Надо Брать В эту Версию З29 Так Вот Это Тоже Морская Версия То Мы Будем Грейдиться Вот Сюда Сразу И Вот Отсюда В 29 И Это И туда И туда Идет Это Вдвойне Круто И Как Я Сказал Мы Будем Периодически Заряжать На Наши Самолеты Посмотрим Как Это У нас Будет Получаться Не Получаться Я Надеюсь Что Будет Получаться И С них Будем Помогать Себе Высаживаться Вот У нас Тем Временем Готовится Выставка Команда Доезжают Они Сюда И Мы Будем Потихоньку Начинать Наши Операции В Тихом Океане Но Все Это Ребят Следующая Серия А это Подошла К концу Мы Уже Практически Готовы Перейти В атаку На Японцев Японцы Не смогли Ни здесь Ничего Забрать Хотя Кстати Говоря Здесь Я бы Не смог Скорее Защитить Филипины Мы Просто Положили Невероятным Количеством Людей Положили Все их Атаки Но Смогли Отбиться Хотя Не таким Невероятным 174 тысяч Всего А здесь Мы потихоньку Тоже Наступаем Японцы Здесь Войска Не держат Они Все Пытаются Добить Китай Но Китай Уже Я думаю Не сдвинется С этой точки Кстати Говоря Здесь Какие-то Даже Окружения Получились Я Может Вообще Возьму Фокус Здесь Есть Какой-то USA The Hump Я Не знаю Что Это Даст Что Это Сделает Видите Там Берманская Дорога Я Подозреваю Что Это Даст Китайцам Военные Заводы Либо Что-то В этом Роде Было Бо Это Наверное Полезно Учитывая Что У них Маловато Тем Время Здесь Наши Агенты Уже Потихоньку Проникают В Германию Кстати Говоря Помните 9% Он Покажу Вообще Какая У нее Ситуация Возможно Покажу Какая У Японии Ситуация Как бы Вам Скорее Было Было Интересно Вот Но Все Это Следующая Серия А Это Как Я Уже Сказал До